МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От встречи ждали договоренности о визите Папы Римского в Россию и о переговорах с патриархом Кириллом. Официально об этом ничего сказано не было, но по слухам перспективы это становится все более реальной. Ну а с нами на прямой связи первый секретарь посольства Святого Престола в России мансиньор Висвальдос Кульбокос. Добрый вечер, слышно ли нас? Здравствуйте, все хорошо слышно. Скажите, а что для обоих конфессий значит эта встреча? Вы знаете, сегодня произошла встреча президента Медведова с Папой Римским. И, конечно, на таком уровне даже не можно ставить напрямую такого вопроса о встрече Папы с патриархом Кириллом, потому что все такие вопросы должны быть решаемы между церквами, между католической церковью и православной церковью. Но, конечно, СМИ поднимали этот вопрос, зная, что сам факт встречи президента Медведева с Папой свидетельствует тоже о том, что в настоящее время то же отношение между католической церковью и православной церковью, они теплые, хорошие, они все улучшаются. Но, конечно, еще не можем говорить о дате и месте встречи, потому что все это нуждается еще в подготовке. Поэтому на таком уровне государственной встречи даже невозможно поднимать напрямую такого вопроса. На Ваш взгляд, те разногласия, которые все-таки есть, они в первую очередь политические или богословские? Можно сказать, что богословские, конечно, есть не то что разногласия, но есть вопросы, которые еще нужно разъяснять и решить. Но и Папа Бенедикт XVI, и его святейший патриарх Кирилл не раз повторяли, что достигнуть богословских решений, достигнуть полного понимания на богословском уровне, всего это возможно только если дружеские отношения, уже отношения взаимопонимания, уважения, они будут развиваться. Тогда и богословские проблемы будут решены намного легче. Так что я бы сказал, что все-таки в самое ближайшее время нужно решать не богословские какие-то проблемы, но просто улаживать еще лучше эти отношения, которые уже развиваются. То есть отношения и сотрудничества, и понимания, и ознакомляться друг с другом еще лучше, диалог, встречи. И когда все это будет уже развито, тогда можно говорить и о богословских проблемах, потому что уже совсем в другом свете можно будет видеть все эти проблемы. Тоже и того, что касается возможной встречи святейшего патриарха и Папа Римского, конечно, все это нужно подготовить. — Скажите, вы разделяете вопросы дружеские и вопросы богословские. Вот, видимо, что-то останавливает в этой дружеской сфере. Какие основные барьеры существуют сейчас, если можно кратко? — Конкретно говоря о России, о Российской Федерации, и мы знаем, что это большая, великая страна, недостаточно, чтобы дружеские связи, которые есть в Москве, я бы сказал, недостаточно этого. Нужно, чтобы тоже и во всех епархиях, во всех регионах и на всех уровнях, не только на высшем уровне между главами церквей, но тоже и на уровне монашествующих и верующих, это взаимопонимание развивалось. Поэтому я бы сказал, что недостаточно дружбы между главами церквей, нужно, чтобы эта дружба распространялась и росла между верующими по всем регионам. — Последний вопрос. Скажите, известно, ближайшие визиты Папы Римского куда будут? И будут ли поездки по Восточной Европе, например? — В Восточной Европе в ближайшее время нету таких поездок в графике у Святейшего Отца. В этом году уже есть составлен график поездок, в том числе в Германию, и самая важная поездка, можно сказать, будет в Мадрид. Это встреча молодежи и встреча Папы с молодежью. — Спасибо большое. С нами на прямой связи был первый секретарь посольства Святого Престола в России, монсеньор Висвальдос Кулбокос. — Продолжим обсуждать эту тему с нашим гостем. За столом Виктор Хруль, католический журналист. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Присоединяйтесь к нашей беседе. — Постараюсь. — Есть что добавить вам? А вы вообще согласны со всем, что сказал господин монсеньор? — Да, конечно. Но не из послушания, не потому что я католик, а действительно было сказано, по-моему, что касается уровня дипломатического и политического исчерпывающего. Но есть еще уровень такой вот народной дипломатии. И здесь как раз я, глядя на ситуацию снизу, я не вижу больших проблем между католиками и православными. Но должен подчеркнуть как раз во след замеченному уже расслоению диалога на диалог богословский и иной, социальный, благотворительный и прочий. Вот этот иной диалог является как раз общую миссию католиков и православных. И часть этой миссии, с моей точки зрения, очень существенная часть, которая приближает и встречу папы с патриархом, и единение церквей, возможно, это как раз борьба, если можно так выразиться, с собственными дураками. То есть, если каждая из церквей займется разбором тех завалов, тех вот накоплений тысячелетних предрассудков, то тогда, конечно, мне кажется, ситуация прояснится в значительной степени. Потому что количество мифов, стереотипов, укорененных иногда не столько в религиозной области, сколько в этнической области, русский против поляков и наоборот, и так далее. Вот эта работа, она, к сожалению, пока, с моей точки зрения, делается недостаточно активно. Если бы вот каждая из церквей за нее взялась в первую очередь, мне кажется, ситуация бы гораздо существенно прояснилась. Виктор, ну а если бы такая встреча произошла, ведь не кажется ли вам, что это сняло бы все вопросы на более низших уровнях, как этические, в области дружественных, так сказать, связей, если бы глобально большая встреча произошла бы? Или вам кажется, что работа должна происходить вот на всех флангах? В церкви иерархия? Да, в церкви иерархия, да. Но вы понимаете, если я, например, католик, и у меня укоренен в протяжении поколений такой предрассудок, что я дочку свою за православного не отдам, замуж, то даже встреча патриарха и папы меня вряд ли подвигнет в этом стереотворении. А если бы духовный отец говорит, можно? В этих вопросах я не должен быть послушан духовному отцу, понимаете? В этом смысле нужна работа как раз между общинами. Если рядом, в соседних деревнях, кварталах живут католики православные, они должны встречаться, дружить, проводить что-то вместе. И тогда, конечно, это самый лучший способ, чтобы растопить лед. Я думаю, что он уже, конечно, растапливается, уже нет ситуации зимы, но работа большая еще. А нет ли просто каких-то конкретных камней преткновения, например, западная Украина, вообще украинский вопрос? В принципе, пенсионерская деятельность, которая ведет как российская православная церковь, так и католическая. Вот если... Я бы, конечно, предпочел разделить вопрос Украины и России. В Украине я, конечно, не специалист, и там, насколько я знаю, проблемы есть. В российской ситуации здесь все претензии, которые были к католикам в начале 2000-х годов, практически все они сняты. И это на высшем церковном уровне было заявлено митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского прерахата, сказал, что к католикам в России у нас претензий нет, на Украине они еще остаются. Скажите, количество числом... Какое количество у нас католиков в России? Было бы здорово, если бы этот вопрос о вероисповедании был включен в перепись населения. И тогда бы знали точнее. По каким-то вот, ну, прикидкам, по примерным оценкам, приблизительным, католическая иерархия в России заявляет, что католиков около 600 тысяч человек. Это меньше одного процента населения. И каких-то споров принципиальных против этой цифры я не встречал. Вообще, легендарный протеерей Александр Шмемон, говоря о различии между православными католиками и протестантами, говорил, что православные католики помнят о рае. Поэтому такая пышность обрядов. А протестанты уже нет. Поэтому у них такое аскетичное, например, служение церковное. При этом у православных все-таки контактов с протестантами больше? Или вы не согласны? Нет, вы знаете, ну, насчет контактов, это смотря, как их измерять и смотреть. Но вот я бы привел такую аналогию. Католики православные – это родные братья. Это ближайшие вообще в рамках одной семьи родственники. Поскольку их объединяет очень много. И общее предание, и писание, и апостольское преемство священства, и очень многие вещи. Но, как в каждой семье, бывают вот иногда скандалы. И вот этот скандал, который произошел тысячу лет назад, потом несколько раз усугублялся, он не дает братьям, родным, самым близким объединиться и быть вместе. Хотя сближение наличествует. Протестанты, конечно, сделали гораздо более заметный шаг от вероучения. – Последний вопрос. Вот меня очень интересует, как вам кажется, тенденции осовременивания различных церквей. То есть католики делают несколько шагов для того, чтобы молодежная аудитория, скажем, приходила в церковь, относилась, ну, скажем, имела возможность себя соотносить и как-то участвовать в жизни церкви. Насколько действительно это происходит не на словах, а на бумаге? И насколько это может помочь в том числе и сближению двух конфессий? – Вы имеете в виду открытость католической церкви? – Я имею в виду некие светские послабления, которые в том числе Папа предлагает для молодежи. – Но они есть, но эти послабления, если их так можно называть, они не нарушают твердости меры и, скажем, не отменяют необходимости исповедаться регулярно и участвовать в таинствах для католиков. – Другое дело, конечно, гораздо более заметно, как мне кажется, у католиков стремление говорить с миром на языке мира. И это очень важная такая вот вещь, которая приводит больше людей в храм. – По айфону нельзя все равно, да, исповедоваться? – По айфону исповедоваться нельзя, хотя готовиться к исповеди по нему можно, и это даже приветствуется. – Спасибо. Это был Виктор Хруль, католический журналист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова